Руководство двух театральных труп в сборе. За одним столом представители уссурийского и тольяттинского драматических театров. Они такие разные и такие одинаковые. У каждого своя история и особенные традиции. Театру Самарской области всего 30, нашему 80 лет. Но очень важно, что актеры говорят на одном языке, языке искусства. Я считаю, что это большая удача, когда два таких отдаленных коллектива, два отдаленных региона, между нами 9 тысяч километров, попали в этот большой, общероссийский, масштабный проект. И в этом году мы знаем, что 85 регионов Российской Федерации принимает участие. И, наверное, самостоятельно наши коллективы, учитывая, что мы все-таки муниципальный театр, никогда себе бы не смогли бы это развелись. Государственная программа по обмену актерами «Большие гастроли» существует несколько лет. Для творцов уссурийской сцены такой выезд первый. Гости из Тольятти, а всего их прибыло 29 человек, уже оценили несколько сцен и городов. У нас в гостях они лишь первый день, но уже впечатлены. Разговоры идут о размерах креветок. Потому что люди в шоке. Потому что на коробке надпись «маленькие креветки» – это то, что в Тольятти продается как королевские. Поэтому и третье, наверное, вот я несколько человек уже спрашивал, главные впечатления, они произносят какой-то очень хороший текст. Они говорят «очень чистый город». Не только город у нас чистый, но и зритель благодарный. А это одно из главных опасений приезжей театральной труппы. Оценят ли по достоинству выступление. Непременно оценят, уверены местные работники сцены. Три спектакля гостей продемонстрируют уссурийскому зрителю. Я могу сейчас даже сразу сказать, что, конечно, по спектаклям, потому что я видел в отрывках и так далее. Конечно, этот театр такой более острый, более современный, более, может быть, непривычный для уссурийского зрителя. Но тем и интересен он, тем, что он другой. Какой смысл, если бы зрители увидели еще один уссурийский театр? Уссурийский театр в эти дни оценивают в Тольятти. Туда наша труппа повезла землю Эльзы, чай с мятой и лимоном, и лесную сказку. В свою очередь уссурийцы смогут увидеть удивительный день, доходное место и отрочество. Премьеры намечены в выходные дни на 12 и 18 часов. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс.